Добрый день Полтава! С вами я, Александр Демидович. Сегодня вот такое изменение в нашем проекте. Мне предложил сделать немножко изменение Игорь Ляцкий. На последнем добром утре, там где мы были вместе. Игорь решил предложить мне вот такое. Он сегодня берет у меня интервью. Попробуем еще такой формат. По ценке Игоря я, по-видимому, кому-то интересен. Наверное, все-таки что-то в этом есть. Может, полтавчане хотят услышать что-то от меня обо мне. Ну, поэтому пусть профессионал меня немножко... Так это как это... Препарирует, да? По-медицински. Ну, вот давайте вот так попробуем вот так. Добрый день Полтава! Александра Демидовича знают очень многие, а о нем мы знаем очень мало. И потому я хочу этот небольшой пробел в нашем познании Александра Демидовича сократить и пообщаться сегодня с ним исключительно о нем. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот каким образом вы начали заниматься той деятельностью, которой занимаетесь? Откуда вы пришли в эту деятельность? Ну, и самое главное, с какими целями? Почему вы решили этим заняться? История где-то банальная, где-то оригинальная, может быть. Я не знаю, как ее назвать. Да, без проблем. История моего рождения, появления такова. Когда произошла революция гидности, я к ней относился немножко остраненно и я за ней наблюдал со стороны. Почему? Потому что помаранчевая революция меня научила, потому что не все так просто в этой жизни. Спасибо. Тогда стал президентом человек, который сделал меня быстро и резко нищим в течение одной недели. Ну, это отдельная история. И потом, когда произошли события в Крыму, когда начались события в Донбассе, в какой-то момент с моим товарищем мы поняли, что мы не имеем гражданское право и мы не имеем человеческого права не помочь людям. Людям, которые ушли добровольно. И нами было принято решение помогать людям, помогать бойцам, помогать АТО. Вследствие того, что в соцсетях так или иначе я существовал, я попытался применить мои знания в соцсетях в этом направлении. Спасибо. На здоровье. Попытка была, скажем мягко, не очень удачная. Почему? Потому что изначально были определенные необходимости, людям нужны были определенные вещи. Мы стартовали в кредит. То есть была у моего товарища кредитная карточка, которую мы добросовестно отпетрушили и поехали. Поехали, отвезли. Волонтерской помощи, точнее помощи волонтерам нам, как волонтерам, было все равно недостаточно. Приходилось выкручиваться, приходилось часто вывозили все из семьи, потому что, когда сказал А, естественно, надо было идти до конца. Возили мы чаще всего за свой счет. То, что было у меня, то, что было у моего товарища, вывозили все. Семьи, конечно, терпели это до определенного момента. Потом я угробил свою машину. Но я понимал, что... Помогали, что самое удивительное, даже с вражеской стороны помогали. Вот это вообще шок был, когда с Новосибирска люди помогали. С Москвы помогали. Есть в Москве друзья, которые живут много лет там. Периодически они в Полтаве появляются и помогают, тем не менее. Помогали на тот момент. Ну, они видели так жизнь через ту призму, которую преподнес им я через соцсеть. Я не сожалею ни о чем. Я был прав. Не прав лишь в одном. Все силы надо было приложить к тому, чтобы заставить бюджетные средства работать. А не самому раздеваться, раздевать семью, раздевать детей. Мы в этом не правы были. Но, к сожалению, мы сами выбрали свой путь. Потом, когда машина была поломана, мы приостановили ездить. Но все равно остались какие-то наработки уже в соцсетях. Я видел, что обществу интересно то, что я делаю. Я начинал там с видеокамерой. Так-сяк. Я видел интерес определенного общества. Я понимал, что это нужно. Что нужно доносить ту или иную информацию. Что нужно самому учиться. Учиться видеть мир. Понимать, что происходит в городе. По большей части на сегодняшний момент я замкнут в рамках города. Потому что довольно часто люди своеобразно себя ведут. Вот свежий тротуар перекопан. Куда городские власти смотрят. Начинаешь выяснять, получается какая чепуха. Облэнерго перекопала свежий асфальт. Какое отношение облэнерго имеет к городским властям? Городские власти практически не могут повлиять на облэнерго. Это абсолютно две разные организации. Но, тем не менее, люди не понимают. Я, например, на сегодняшний момент это уже понимаю. И довольно часто люди ко мне с мелкими проблемами обращаются. Чаще всего с частными. Когда эти проблемы касаются финансовой стороны вопроса. Когда я понимаю, что человек хочет заработать. Я отказываюсь сразу. А когда я понимаю, что человеку нужно что-то. Не может вписаться в лекарство или где-то по бытовой. Тогда я иду. Кланяюсь. Прошу. Любыми судьбами уговариваю. Нахожу какие-то методы. Ну, получается. По мелочам я людям довольно часто помогаю. Я не призываю ко мне обращаться, потому что я не всесильный. Ну, бывают такие моменты. Для этого есть другие организации. Да. Ну, если вы понимаете, что там не получается пробить стену. Ну, зовите, а что делать. Будем пробивать вместе. Это не проблема. Главное, чтобы мы понимали, в каком направлении мы идем. Чтобы это было в нормальной, толерантной форме. Не скандально. Я не люблю скандалы. Мне это неприятно. Надо жить в мире. Все мы разные. Поэтому вот так вот. Ну, вот такая история, как я стал блогером. Ну, вот я два года блогерствую. Кому-то интересно, кому-то неинтересно. Что самое удивительное, тем, кому неинтересно, меня не блокируют сами. Все равно им неинтересно, но они смотрят. Почему так происходит, я не знаю. Ну, быстрее всего они мониторят. Они пытаются меня привязать к тем или иным политическим силам. Когда-то меня привязывали к одной, потом к другой, потом к третьей, сейчас к четвертой. Да привязывайте к кому угодно. Мне без разницы. Говорю сразу. Я без партийных ни в одну партию вступать не собираюсь. Мне это неинтересно. Потому что у меня свое видение мира и партии. Я знаю, что сегодняшняя, по крайней мере, система выборов партийная. Мне неинтересно. Потому что это глупо. Это показывает сейчас только отрицательные стороны. В частности, в горосовете мы это видим. В облраде мы это видим. Это практически каждый день. Ну, вот так вот. Спасибо. Кстати, согласно вашего ответа, сейчас созрело еще два вопроса. Один связан с политикой, один с журналистикой. Какой вам интереснее будет сейчас обсудить? Да мне одинаково. Дело в том, что когда журналистик, если вы собираетесь со мной разговаривать, вы должны понимать, я не журналист. Я знаю. Вот это и хотел спросить. Но я не журналист. Вас знают очень много людей. И вы, наверное, даже больше журналист, чем те журналисты, которые с собой представляются журналистами. Мне приятно это слышать, но главное не переоценивать. Понимаете почему? Потому что журналист – это вообще чаще всего человек объективный. Точнее, да, объективный. То есть он должен нейтрально показать две-три стороны, сколько там участников. А я в силу своего характера, я не объективен. Если я вижу, что Игорь Ляцкий на правильном пути, по моему мнению, мне без разницы, что будет говорить противоположная сторона. Я друг, я умею дружить. И мне без разницы уже все остальное. Это правильно. То есть я не объективен. А журналист, он должен холодно на все это смотреть. Так, вот так, вот так. Тот сказал то, тот сказал это. И отойти в сторону. Все-таки вот вопрос именно тогда по этому поводу. Раз вы уже начали по журналистике. Смотрите, я с кем не знакомлюсь, с журналистом, с людей, которые с этим связаны, задаю один вопрос. Журналист, безусловно, должен быть объективным. Но, в какой момент? Должен ли он оценивать последствия своей объективности? Либо должен жить по принципу первой сигнальной системе Павлика Морозова? То еще увидел, то и настучал. Вот что вы скажете по этому поводу? По этому поводу я вам скажу. У меня был момент довольно поучительный. Происходило событие. Я в телефонном режиме его оповещал. На сайте выставили сразу по этому событию. Потом с определенными службами у меня было в случае. Плохого ничего не было. Но меня попросили быть внимательным в изложении и в необходимости выставления того или иного происшествия. И по-своему они были правы. Почему? Потому что довольно часто поступает информация, которую можно качнуть настолько отвратительно в ненужном направлении общества, что этого нельзя допускать. Особенно на сегодняшний момент. Журналист однозначно должен задумываться. Но довольно часто журналисты не задумываются. То есть они профессионалы, им оплачивается их работа. Им нужен рейтинг. Я за рейтингом не гонюсь. Мне нужно... У меня мало зрителей, но они те, кому это интересно и те, кому нужно. То есть, например, встреча ваша со мной. Нужна людям, они смотрят, не нужна. Все, отошли в сторону. Мне довольно часто спрашивают, в частности, про кофе за мой счет. А что ты не нарезаешь? Самое интересное вырежешь и все. Почему? Часто это передача от сорока минут до час пятнадцати у меня. Я говорю, ну тебе не интересно, не смотри. Чаще всего я встречаюсь с достаточно серьезными людьми, которые... Я им даю возможность донести какую-то свою мысль. И я им даю эту... Они имеют право, и я им даю эту возможность. Целиком. Целиком. Если я начинаю нарезать, это уже не он. Я могу вырезать все, что угодно. В частности, вот вчера в облдержадминистрации такой прецедент смешной был, да? Когда там технический работник под столом Валерия Анатольевича Головка там пытался настроить этот микрофон. Вот вам результат нарезки. Все в смех перевелось. Ну, это такой юмор. Это отдых. Я надеюсь, что Валерий Анатольевич на меня не обиделся. Не, все нормально. Что Валерий Анатольевич на меня не обиделся. Я плохо никого не показывал. Ну, посмеялись и разбежались. То есть, это мой разовый такой вариант. Может быть, я периодически и буду это делать. Ну, ничего тут страшного нет. Но журналист однозначно должен думать. Когда он не думает, ну, все мы разные. Ну, кто-то так делает, кто-то так. Ну, я не знаю. Но я стараюсь. Я довольно часто молчу. Приходится молчать. Почему? Потому что я понимаю, что если я буду в общество приносить то видение, которое у меня, оно может привести к отрицательным вещам. И даже часто не столько ко мне лично, да? Что меня изобьют, убьют. Или семья там как-то пострадает. Даже не в этом дело, а дело в обществе. Что будет с обществом? Что произойдет в облдержадминистрации или в горсовете? В частности, вот позавчера сессия в горсовете. Там люди вышли, пикет какой-то устроили. Все. Я его не показывал, не освещал. Потому что я не видел необходимости по двум причинам. Нужно ли это обществу? Потому что я видел малое количество людей. Я покажу и скажу, автоматически скажу. Смотрите, каких мало было. То есть, вот вам Евсяный Байдужа, часть Полтавы. Хорошо это или плохо? Опять становится вопрос. И тут оно заодно зацепается. Ну, во-вторых-то, среди них были люди, которые прямо и косвенно, культурно и некультурно меня оскорбляют любыми судьбами. То есть, пиарить их в положительную сторону – это, получается, показать свою бесхребетность. Говорить о них плохо – это наживать опять скандал, который… Зачем? Никому не нужен. Он не нужен. Мы должны сейчас, наоборот, искать пути решения тех или иных проблем. Проблем в городе выше крыши. Плюнуть некуда, встать некуда. В частности, вот интересный недавно случай. Т-образный перекресток улица бывшая Энгельса и Ватутина. И, значит, там делают дорогу. И для того, чтобы сделать площадку для мусорных баков, на Энгельса вытащили два бака. Они неудобно стоят. Их приходится объезжать там, то-сё. Мне бы говорят – вот, сними, покажи. Что я буду показывать? О том, что баки стоят неудобно, но они будут стоять там неделю-полторы максимум, пока сделается для мусора площадка. Или то, что делается площадка для мусора. То есть, есть хорошее, есть плохое. Ну, плохого-то я реально не вижу. Мне преподносят, просят, как плохое. А что тут плохого? Наоборот, люди делают, что-то происходит в положительную сторону. И я вообще смеюсь, когда мне такие вещи предлагают. Я смотрю, оцениваю так. Ну, достану я камеру, сниму. Я могу там накричать на весь город. Да, вот такие сети, кинули баки. Но баки-то логически стоят нерки, пока не сделается площадка. Куда их девать? Либо мусорный бак, я вижу, что убирают. Вижу день-два-три, там гора веток, всё. Снять, кого песочек. Вроде бы плохо, да, что не убираются те ветки, которые лежат за баками. А кем мусорится? Кем мусорится? Мало того, Игорь, что самое удивительное, подъезжает машина, на моих глазах убирается мусор. Я прохожу, ну, увидел, всё, слава Богу, чисто. Через 3-5 часов я возвращаюсь, а там опять такая же гора этих веток. То есть кто-то со двора их вытащил, опять кинул. И о чём мне говорить? О том, что жильцы плохие. Ну, в сущности-то они не такие уже и плохие. Ну, просто людям деваться некуда. Кто плохой? Те, кто вывозят мусор. Ну, ребята, они же тоже имеют какой-то предел. То есть грузовая машина подъехала, вывезла. И стоишь, так и думаешь, плохо это или хорошо. Снимать, не снимать. И вот такие вещи, ну, это я мелочи говорю. Ну, такие вещи происходят практически на то же время. И вот, в частности, мы с вами доброе утро делали. Да. Уборка. Я не помню. По-моему, уборщица при нас там убирала, да, дворница, женщина. Я помню, вы тогда акцентировали внимание на переходе, что люди проходили. Отдельная тема. То есть я каждое утро туда подхожу, сейчас девчата уже приспособились, они до восьми упирают. Они видят, что мы делаем этот проект. С девочками мы дружим, здороваемся, все. Они где-то какие-то проблемы меня просят осветить. Я всегда им иду навстречу. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что мусорит-то там никто-то. Не с Америки люди приехали. Наши же мусорят. Наши полтавчане просто сидят там ночами, вечерами и тупо гадят. Это при том, что рядом, вы сами видели, две мусорки. Две мусорки. Тут вот в трех метрах мы с вами пьем кофе, спокойно отходим. Это даже не мешает разговору, течению. Вот, отошел и выкинул. В чем проблема? Ну, люди создают эту проблему, потом ноют, плачут, что что-то не слава богу. С себя надо начинать. Ну, а по поводу перехода, это вообще отдельная тема. Я эту тему уже веду скоро два года. Я и с камерой, и спрашивал людей под камеру, интервью, и пытался стыдить. И просто так, и не просто, уже все. Люди идут. Одно дело, когда человек, ну, действительно, там, проблемы с ногами. Вопросов нет. Но их не настолько много, чтобы косяком вот так ходить. Ну да. Тупо косяком. Ну, опять же, кто виноват? Ну, давайте власти обвинять, полицию обвинять. Да, ребята, с себя давайте начнем. А там дальше оно жизнь покажет. А вот теперь насчет политики интересно тоже пообщаться. Когда вы брали у меня как раз интервью, вы сказали, что нашу полтавскую политику сейчас такое состояние мандража. Я хотел бы, чтобы вы уточнили, что вы имели в виду, и какое ваше вообще мнение относительно тех процессов, которые сейчас в нашей политике проходят? Я вам скажу, постоянная лихорадка, особенно две последние сессии, одна за одной, городская и областная, отлично показали, что есть часть депутатов, которые не способны заниматься политикой. Что такое политика? Давайте рассмотрим. Политика – это поиск компромиссных решений. Ну да. Есть люди, которые находят компромиссные решения. Я вам скажу честно, что на сегодняшний момент даже есть депутаты, которые состоят в оппозиционных фракциях, но тем не менее они решают такие вопросы, что просто жутко. Решают. Они приходят каким-то устным методом, разовором, находят к мэру, к замам мэра, они приходят и чего-то добиваются. И добиваются довольно серьезных результатов. Я сейчас не называю фамилии, потому что это будет неприличной как бы рекламой. Но есть люди, которые ничего не делают. Но они считают нужным что-то качать в ситуацию. Вот это они приносят мандраж. Лихорадит. Лихорадит горсовет. То есть, когда люди приходят… Серёга, привет! Попкорн, да, с тобой. Когда люди приходят на шоу, а не на работу. Понимаете? Это страшно. То есть, нельзя этого допускать. И когда… На первых порах где-то я себе такие вещи допускал тоже. Говорю, как есть. Тут скрывать нечего. Все через это проходят? Ну, может быть. Да, Сергею Каплину я на весь зал кричал популистам и т.д. и т.п. Но есть вещи, которые… Кстати, мы с Юрием Бубликом познакомились на отрицательной волне. Я газовал против него конкретно. И в какой-то момент мы с ним встретились. Был у нас разговор. Он меня ни о чём не просил. Писать там, не писать. Говорить, не говорить. Ну, просто я понял человека. Я услышал его. Я и сейчас его могу критиковать немеренно. Но я научился критиковать конструктивно. То есть, понимать, что человек не делает. Если, например, вчера я вижу, что в Верховной Раде стоят там серьезные вопросы. Да, там решаются, принимаются. То есть, депутаты Верховного Совета являются законотворцами. То есть, они занимаются законотворчеством. И в то же время я вижу одного из депутатов Верховного Совета в зале областного совета. То есть, он плюнул на то и приехал сюда для того, чтобы вывести людей, какой-то пикет, то-сё. Это вы за вчерашнее мероприятие? Да, я за вчерашнее говорю. Я понимаю, что он вместо того, чтобы заниматься законотворчеством, он качает, раскачивает свою партию, добивается каких-то успехов. И сидит полностью всю сессию в каких-то своих там мыслях, совсем далеких от политики Верховного Совета и от политики областного совета. То есть, он принимает какие-то свои там решения. Честно говоря, я этого до конца не пойму. Ну вот, в частности, с уважением отношусь к Константину Ищейкину. Я понимаю, что на сегодняшний момент он много уделяет внимания пиару. Но пиар не есть плохое слово. Для политика это важная составляющая? Это очень важная составляющая, во-первых. Во-вторых, что такое пиар? Это public relation, работа с общественностью. И на сегодняшний момент Константин, он все, что у него удается сделать хорошего, он это, естественно, показывает. Тем самым журналистам он дает возможность показать плохое. То есть, хотите, если вы действительно журналисты, берите вперед камеру, перо, диктофон и вперед ищите плохое. То есть, составляете противовес? Ну, журналисты этим не занимаются, поэтому что получается? Константин Ищейкин сейчас всплывает очень резко и быстро. Он делает очень много хороших вещей. По крайней мере, по тому, что я вижу. Я не имею возможности кататься по области и там находить, например, плохое. Я лично с ним знаком, оставил очень хорошее впечатление о себе. Кстати, вот сейчас я еще одну зацеплю для меня важную тему. Многие политики уходят от того, чтобы показать семейные ценности. Вот этого я не понимаю. Семейные ценности на сегодняшний момент должны доминировать. Когда люди показывают, чего они в семье могли достичь. Что получилось, что у них есть дети, что они ходят в те же магазины, в те же аптеки. Я вот, например, знаю, что некоторых депутатов я встречаю смело и на базаре могу встретить. Ну, жену мэра я периодически, вот сегодня я ее не видел, в прошлый раз делал репортаж на центральном рынке, жена мэра ходила по рядам и скуплялась. То есть, для меня это тоже показатель. Это человек не оторванный от жизни. То есть, если там яйца подорожали на 3 гривна, я знаю лично, что она вечером скажет, да, Александру Федоровичу, за ужином, вот, яйца подорожали. Затягиваем поясок, да? Да, ну, вряд ли они будут затягивать там, слава Богу. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что люди не оторванные от жизни, они такие же, как мы. Кстати, Людмилу мы периодически можем и в городе встретить. Так же самое мне интересно было с Анной Куковой разговаривать. Тоже она не оторвана от жизни. Я не знаю, какое там положение в семье, там, то все, но она, она ходит по тем же улицам, что мы. Вот почему я, кстати, люблю Юрия Бублика. Я когда иду и встречаю депутата Верховного Совета Юрия Бублика, я получаю удовольствие. Я понимаю, что если у меня есть серьезный вопрос, не какой-то мелочь, да, там, овас у бабушки, а именно серьезный, который его может касаться, я имею возможность подойти и спросить. То есть он для меня осязаем. В то же время, как Сергей Каплин, вот, например, для всех практически избирателей он не осязаем и не досягаем. Его невозможно поймать, он в Полтаве практически не появляется. Делаем вывод, ему, в принципе, Полтава не очень интересный вопрос. Стартовая площадка была в свое время? Да, и он выскочил, все нормально, все счастливы. Вот в чем разница, вот мы взяли вот сейчас двух депутатов, и разница какая, ощутимая разница. Я же говорю, один осязаем, его можно пощупать руками, если вы без охраны, без телохранителей, ни разу не видели его с телохранителями, сам свободно идет. Если вы считаете нужным набить ему лицо, то я думаю, что если здоровья хватит, то вам удастся. Сергей Каплин приезжает порубать двери, не рассчитаться за это и уезжает опять. Интересная, конечно, позиция на счет нашего отечественного политикума. Очень. Ну, надо опять же не забывать, что все мы разные. И в политике довольно часто имеет значение, очень высокое значение личные качества человека. Если при совке, при коммунистах, там доминировала уставка по СС, то есть ты должен был, если поступал в партию, ты должен был следовать уставу, и хорошо это или плохо уже не имело значения. То на сегодняшний момент, в первую очередь, доминируют твои личные качества. Если ты плохой человек, у тебя как такового устава нет. Знаете, как говорит, не знаешь, как поступать, поступай по закону. Точно так же было при совке у коммунистов. Ну, и у других там, помимо коммунистов, да, в других странах то же самое. А у нас этого сейчас нет. У них, как таковы, уставы довольно эфемерные. И вы заметите, что большинство партий, вот, кстати, почему простые переформатировались, вы не задумывались. Они очень хитро поступили. У них не было истории. У них не было фундамента. На сегодняшний момент у них появился резко фундамент, история, да, социал-демократы. Они все, они все хорошие. Они в любой момент достают основоположников своей партии и начинают нам тыкать в нос какие-то там исторические вещи, которые где-то социал-демократы когда-то чего-то достигали. А остальные, ну, кого ни копни, они сами наживали историю, так или иначе. Вообще, вот, ваши прогнозы относительно нашей политики, вы смотрите с оптимизмом, либо считаете, что, в принципе, сейчас одни и те же идут к власти и как бы... Я вам скажу честно, говорить одни и те же. Я не имею возможности такой сказать одни и те же. На сегодняшний момент посмотрим на городской совет. Если мэр остался вроде бы прежний, да, с прошлой каденции, то весь остальной состав, ну, кроме Андрея Всеволодовича Матковского, практически... Ну, еще Оксана Дыркаевич, ну, там очень мало людей осталось с прежней команды. То есть, большинство замы все практически новые, да. Говорить, что прежние невозможно. Это первое. Второе. Это достаточно молодые люди. То есть, для политики они все молодежь. И, я думаю, в их руках. Они на данный момент дозревают до серьезной политической игры. Будут ли они играть дальше, будут ли они идти дальше, это уже... Знаете, как прогнозировать, это самое безблагодарное, что может быть. Я замечал в мониторе крупных специалистов, в политике все, они не прогнозируют. Они не берутся за этот труд. Почему? Потому что это глупо. Я уже научился просто наблюдать. Наблюдать за тем, что человек делает. Делать выводы невозможно. Потому что сегодня человек может сказать одно, а сделать завтра совсем другое. Ну да. К сожалению, наши люди этому отличаются. Очень важно на сегодняшний момент слушать людей, которые имеют аналитический склад ума и мыслят стратегически. То есть, это талант должен быть. Я для меня довольно серьезно отношусь. Крайне редко и крайне мало, к сожалению, очень мало я имею возможности общаться с Судовиченко Александром Васильевичем. Скажу вам честно. Оно у него само собой происходит. Но он мыслит стратегически. То есть, он понимает, что надо сделать для того, чтобы было то или другое. Ну, например, вот сегодня давайте зададим вопрос, зачем была сделана Решетиловка поселком городского типа. Спросим у Анатолия Ханка и у Александра Белонникова. Внятно, мы ответа не услышим. То есть, внятно. Никто нам не сможет рассказать. Ну, сделали. Стратегия наперед. Ну, сделали. Ну, вот. И довольно часто я сталкиваюсь с этим. И дальше что? А дальше... Ну, вот. Ну, статус. Ну, поменялось. Ну, это хорошо. Хотя тут тоже, кстати, по поводу Решетиловки довольно своеобразная ситуация. И она меня смущает. Анатолий Ханко и Александр Беленкий оттуда. То есть, они добросовестно работают над своей Родиной. Вопросов нету. Я с уважением отношусь. Если они приносят туда что-то хорошее, сто процентов за. Ну, давайте с другой стороны подойдем. А другие районы? Ведь в Полтавской области есть такие районы, богом забытые. Что... А почему над ними? Ну, хорошо. Есть округ, где есть Константин Ищейкин. Да? Становится вопрос. А Константин Ищейкин, он что, родом оттуда? По-моему, нет. Он полтовчанин, насколько я знаю. Потому что я знаю его друзей детства. Получается, Константину надо было плюнуть на Лубны, например. Но он не плюет. Он делает свою работу над тем округом, который его избрал. Александр Беленкий и Анатолий Ханко. Их избрала область. То есть, есть округи, которые конкретно... Интересно. Надо посмотреть, какие же округи их избрали. О! Тематично. Но они работают именно над решетиловкой. Ребята, хорошо. Я очень рад этому. Все. Но подождите. Есть область. Ну вот, к сожалению, вот такая вот вещь. Ну, возможно, они еще просто не успели. Скажем. А через решетиловки доберутся и до остальных тоже. Такой вариант тоже может быть. Ну, уже не один месяц прошел их каденции. А потом они скажут, да я не успел. Дайте мне еще один срок и я успею. Тоже. А хорошо ли это? А следующий срок его выберут. И дальше он решетиловку сделает областным центром. Ну, давайте так говорить. Я с уважением отношусь. И это очень хорошо, когда люди думают о родине. Заботятся. Безусловно. Но я подчеркиваю. Можно было бы поставить вопрос немного иначе. Решетиловка и Семеновка, например. Или еще какое-то. Чтобы не однобока было. А тут, к сожалению, произошло однобока. Ну, что сделано, то сделано. Это их право. Все живые люди, я думаю, они учтут обязательно эти моменты. Меня вряд ли они учтут. Я не думаю, что я имею такое значение для них. Момент сам по себе интересен. Я думаю, обязательно скажем. Они учтут все эти моменты. Ну, хорошо. Давайте с вами немножко отойдем от политики. Поговорим немножко о вас. Просто как о личности. Я так понимаю, все-таки сейчас уже камера и блоги. Это как бы ваша, я бы не сказал бы работа, но основная деятельность. А есть какое-то хобби помимо этого? Как вы отдыхаете, например? Честно я вам скажу, я не знаю, плохо это или хорошо. Я с камерой живу. Она у меня всегда в кармане. Я часто смотрю на мир сквозь этот мониторчик небольшой. Хобби на сегодняшний момент. Не одно хобби. Моя дочка младшая. Но, к сожалению, это работа, увлечение, переросшее в работу, занимает очень много времени. Я понимаю отлично, что довольно часто моей дочке приходится общаться с моей спиной. Но это мой путь, я его выбрал. Я пытаюсь Лизу научить тоже этому. Это врача, да? Да. Я ее стараюсь научить. Периодически у нее пропадает интерес. Периодически я ее пытаюсь останавливать, чтобы не было звездной болезни. Потому что узнаваемость определенная есть. И когда выходим в город, встречаем там кого-то людей. Когда говорят, о, эксперт Лиза, она, конечно, бывает заносит. Она может уже и учительницей где-то ненужное что-то ляпнуть. Ну, ребенок есть ребенок, 7 лет. Но все равно я ее пытаюсь научить жить обществом. Толерантным. Да, мнением обществом. Надо, чтобы понимать, что происходит вокруг. Видеть плохое, но искать в этом хорошее. Ну, например, мы ходили с подачей моих друзей, серьезных журналистов спортивных, как на футбол мы ходили. Да, мы вышли с футбола. Мы видели, конечно, вокруг стадиона бардак жесточайший. Но мы как-то... Мы с ней понимали, что это плохо. Но Лиза не считала нужным снимать это и показывать. Говорить об этом. Почему? Потому что был общий фон. То есть впечатление от самого футбола. И есть и сдержки. То есть мусор, который люди просто не способны или не хотят по каким-то причинам содержать свой город в чистоте. Ну, к сожалению, мы не считаемся с этим. Но мы понимаем, что бросить не нужно. Ничего тут страшного. С собой мусор пронесли, лишних сто метров выкинули. Ничего страшного. Мы не поломались. Ничего тут плохого нет. Ну, вот хобби как такового. Ну, я так живу. Дело в том, что если бы я еще увлекался чем-то, наверное, я бы не был тем, кто я есть. И не делал бы того, что я делаю. Нужно это или не нужно? Поверьте на слово. Бывают такие моменты, даже обращаются те люди, к которым я плохо отношусь. Все равно что-то пытаюсь им помочь. А благодарное или вообще дело помогать людям? Или вы это делаете просто как в том мультике? Сделай добро и кидай эту воду? На сегодняшний момент я довольно часто задумываюсь, стоит ли делать тот или иной шаг, то или иное добро. Почему? Потому что я сталкивался довольно часто, когда люди просят мне помочь, я помогаю. А когда мне нужна помощь, я не говорю о деньгах вообще. Ну, например, я понимаю, что нужно совершить какой-то поступок, чего-то добиться, а люди не идут навстречу. Они мне не помогают. И я задумываюсь, а зачем я тебе в следующий раз буду помогать? Ну, в смысле? Ты дальше себя не видишь ничего. И я сразу останавливаюсь. Я не вижу необходимости таким людям помогать. Ну, например, так или иначе, я понимаю, что, ну, абстрактно, да, я где-то элементарно за чашкой кофе пропиарил лишний раз Константина Ищетина. Я понимаю, что если мне надо будет, и если это будет в его силах, он мне поможет. В этом человеке я уверен. Так же самое я уверен в достаточном количестве людей. Но я стараюсь этими вещами не пользоваться без необходимости. А чаще всего эта необходимость не моя личная. То есть, опять же, ко мне обращаются люди. И через вот таких своих знакомых я пытаюсь помочь кому-то, как всегда, но не себе. Но я не хвастаюсь этим. Я думаю, что это не так уже и хорошо. Быстрее всего, что это плохо. Ну, хотя были моменты такие, что и помогали где-то. Вот, кстати, насчет помощи. Вы часто, бывает, снимаете объективные сюжеты. Снимаете сюжеты, в которых кто-то, возможно, пристает не совсем в хорошем свете. Часто ли вам, ну, была реальная угроза? И есть ли люди, которые могут вам помочь в такой ситуации? Потому что некоторые журналисты бывают, к сожалению, совершенно незащищенными людьми. Я вам скажу честно. Есть определенный опыт этих вещей, о том, о чем вы говорите. К сожалению, я знаю точно, что я остаюсь один на один. Многие просто люди как бы ассоциируют вас с определенными политическими силами, либо с сильными людьми. Да. Реально ли это поддержка? Или это просто самообман тех людей? Это самообман. Ассоциация довольно на... Это люди видят желаемое. Почему? Потому что месяца полтора-два тому назад я проанализировал всю свою деятельность, всю. И, что самое удивительное, я был в шоке, посчитав все свевшую в кучу. Я достаточно много приложил усилий к Александру Шамоте. И никогда его плохо не показывал, что самое интересное. Всегда в хорошем цвете, всегда все. Но никто никогда меня не ассоциировал с его партией и организацией. То есть людям это было неинтересно. На сегодняшний момент им интересно меня ассоциировать с средним местом. Но тут скрывать нечего. Есть... Ну, я и сегодня говорил, да, есть... Моща, да, Александр Васильевич. Есть женщина Оксана Антоновна. На Дыркач у меня. Да, Дыркач. Она на виду всех полтавчан. Полтавчане довольно часто ее видят и очень хорошо реагируют на нее. Я нормальный человек. Я точно так же на нее реагирую. Есть такие зубы, зубры троллинга, да, в интернет-сетях, которые любую ее фотографию перекрутят. Все всегда. И точно так же мои репортажи, когда она попадает в камеру, то же самое. Да все нормально. Ничего военного нету. Ну, пришить меня проще всего. Ну, я вам скажу честно, несмотря на то, что я на данный момент работаю... Точнее, у меня плох в Полтаве.Инфо, мне ни разу... Второй год работаю в этой организации. Мне ни разу, подчеркиваю, ни разу мне не было сказано, иди туда и сделай то. И того или иного человека покажи в хорошем цвете, или того или иного человека покажи в плохом цвете. Я вам скажу честно, у меня доходит до таких не серьезных, а мелких конфликтов с некоторыми людьми из этой организации. Потому что я настаиваю. Я еле добился, я еле добился, чтобы у меня на чашке кофе побывал, например, Алексей Чепурков. Это для меня составило очень серьезные проблемы. Я знаю отлично, что на других изданиях его репортажи выходят статьи, там он дает везде интервью. Демидовичу очень проблемно это сделать. У меня большая мечта поговорить за чашкой кофе с Александром Васильевичем. Незбытная мечта. Потому что я понимаю, что маловероятно он со мной будет пить кофе, понимаете? Ну, он такой человек. И вот после этого говорит, что я кого-то пиарю. Они не дают мне их пиарить, честно. Довольно часто Оксану Антоновну приходится ловить чуть ли не из-за угла. А потом ты меня показал, вот фотография неудачная, вот это постоянно у нее начинается... Вот где-то прическа была, не слава богу, а ты прямо так это все вывалил. С публичными женщинами, скажем. Да, ну, то есть такого характера проблемы, понимаете? То есть, ну, они мелкие такие, житейские. Ну, для меня их пиарить очень тяжело. Шамоту проще, да, из-за угла выскочил, его поймал. А с него с никто не ассоциировал? Нет, и я вам скажу честно, и не только с ним. Кстати, а Юрий Бублик попал вам уже в объектив? Кофе я с ним не пил, говорю как есть. Давайте пригласить его, пользуясь возможностью такой. Я, ну, я и без камеры его приглашу, я просто жду момента. Такой насущный вопрос, хотелось бы поймать и с ним пообщаться по-серьезному и конкретному. Также я, когда говорю о депутатах более серьезного уровня, то есть, начиная от областных и кончая Верховным Советом, я понимаю, что это люди занятые. Я понимаю, что если даже Юрий Бублик приезжает в Полтаву, да, у него достаточно детей и у него достаточно проблем, помимо своей непосредственной работы. Втираться где-то, втюхиваться, ну, не всегда это хорошо. То есть, занимать время надо у такого уровня людей с конкретной задачей и понимать, что это нужно ему, что это нужно обществу. Если это нужно полезно обществу, донести ту или иную информацию на тот или иной вопрос, без вопросов, я всегда готов и у Юрия Васильевича есть мой номер телефона. Если даже он сам скажет, хочу кофе, я прискочу в любое время суток и я не буду считаться ни с чем. Ну, то есть, тут тоже приходится задуматься о многих вещах. Если изначально я свою деятельность строил на жесткой критике и это называли все объективностью, это была не объективность, это была жесткая критика, жесткий троллинг. И не всегда он был нужным и хорошим. Ну, сейчас я больше думаю, больше приходится анализировать, сводиться в кучу. Потому что даже приходя на сессии разного рода, я много снимаю, но довольно мало выставляю. То есть, есть вещи, которые у меня лежат просто в банке. Вы рискуете быть менее интересным для нашего народа, который уже подкормленный гречкой и подлеченный аптечками, уже перестает думать, им надо шоу, надо... Мне интересны люди, которым не шоу надо, которые готовы думать. Какой психологический портрет вообще вашего зрителя, читателя, слушателя? Когда-нибудь задумывались по этому поводу? Интересный вопрос. Психологический срез. Что это за человек? И самое главное, где он живет? Адрес, телефон, фамилия? Довольно часто люди со мной здороваются. Я даже не знаю, кто это. Но они сами говорят, что в соцсетях. Ага. Потом иду, вспоминаю. Да, где-то фотография была. У меня очень много людей в друзьях, в подписках. Даже срез, даже не знаю. Дело в том, что, понимаете, в соцсетях большая часть населения соцсетей, ну, наверное, процентов 90, если не больше, это люди, которые просто мониторят. Они просто смотрят. Отслеживают. Они собирают для себя информацию, делают какие-то выводы, они даже не комментируют. Они не встревают в разговор. Они смотрят, кто комментирует, как комментируют. И делают просто для себя выводы. Но, к сожалению, в Полтаве это очень малый процент. У нас в Полтаве, по оценкам аналитиков, не по моим оценкам, в соцсетях живет, ну, порядка 3-5 процентов населения. Как раскачать общество? Как с этим бороться? Много же молодежи, много работающего населения. Вот сети реально же не объединяют людей, помогают им найти. Говорить. С людьми говорить, не ругаться. В первую очередь надо добиваться того, чтобы вокруг были люди толерантные. Сейчас я очень жестко мониторю и, например, те, кто матерятся, я их блокирую нафиг с лета. Я предупреждаю, потом блокирую. Почему? Потому что они приносят плохое. Кстати, моя даже младшая дочка в соцсетях. Вы меня извините, понимать о том, что 7-летний ребенок заходит и видит мат, это нехорошо. Тем более, что она знает и понимает, чем я занимаюсь. Эта часть, те, которые там живут, кто-то из них анализирует, а кто-то пиарится, кто-то поднимается, кто-то пытается повлиять на мнение. Но у них не получается. Потому что бывают моменты, когда всплеск какого-то события, у меня личка трещит. Я где-то коммент пишу, и пошло все в личку уходит. И уходит, у меня эти сообщения выскакивают, выскакивают, выскакивают. Я стараюсь всем отвечать, оно не всегда получается. В основном происходит переписка в личке. Потому что я вижу, что люди... Мое мнение формирует большинство толковчан. Я говорю как есть. То есть я придерживаюсь вот такой тактики. И если я что-то озвучиваю, то я озвучиваю не свое личное мнение, а мнение людей. Потому что это публичность. Я в личке могу там, да, что-то свое высказать. А публично я выражаю только мнение большинства. Я недавно выставлял пост, активное меньшинство, кстати, Виталий Юрьевич Никипелов мне сказал, доказывает большинство в своей правоте. Ну и, к сожалению, это жизнь, это действительно так. Сразу встречный такой вопрос. Когда-то общался с одним умным человеком, ей-богу не помню, кто это был, но он мне сказал такую интересную фразу. Вот и, как бы, попытаюсь грамотно донести читателю, и вот интересно было ваше мнение услышать. Вот, к примеру, есть врач. Когда мы идем лечиться, мы идем к этому врачу. Нам не надо собирать людей, которые, например, будут стоять и подсказывать ему, как работать. Когда мы там хотим учиться, мы идем в школу, в институт, нас учат, мы не собираем людей. Получается, какая ситуация? Ну, к примеру, опять же, не хочу никоим образом оскорбить любителей футбола или еще чего-нибудь. Ну, к примеру, там, миллион человек увлекается футболом. Они пойдут туда, они будут кричать, они будут там распивать напитки, они будут драться там после футбола. И тысяча человек, например, пойдет в оперный театр. Если так взять и логически, то тысяча человек, вот эта, которая пойдет в оперный театр, да, к примеру, там, он там, по определенным своим показателям, они могли бы там правильнее, возможно, сформировать развитие нашего общества. Но когда есть вот эта вся группа, грубо говоря, любителей футбола и всего остального, формируют они. Насколько вот правильно, скажем так, для развития общества вот именно действительно вот это мнение большинства? Ведь оно может, в принципе, ну, наше большинство может просто быть некомпетентным в каких-то вопросах. И есть то же самое меньшинство, которое, ну, может более грамотно это сформировать. Вот как в таком случае находить золотую середину? Очень просто. Среди болельщиков, миллиона болельщиков, есть довольно серьезный процент думающих людей. Они приходят на футбол для того, чтобы сбросить эмоции. Точнее, получить эмоции, сбросить какой-то негативный заряд. На самом деле, они такие же самые думающие, как и те, что пошли в оперу. Только те уже успели сбросить по дороге. Они, ну, у каждого свой сброс. И не надо думать, что в том большинстве все идиоты. Вот, к сожалению, у некоторых наших... Хотя они тяжело называть политиками тех депутатов городского уровня, да, они еще не политики, но все равно как бы и политики. У них есть мнение... Вчера буквально я читал, я вообще был в шоке. Мы такие, мы хорошие, мы понимаем, а все... Ну, не говорят дальше, но я читаю по тексту. А все вокруг идиоты и не понимают. Нельзя так считать. Те, кто идут на футбол, они такие же умные, понимающие люди. Они точно так же умеют писать и читать. Они точно так же имеют свои мировоззрения. То, что они ходят на футбол, это единичный случай. Ну, просто. Вот, я вам скажу честно, в 70-е годы люди больше смотрели хоккей. Я, например, по сей день уважаю хоккей. Вот, мне нравится хоккей. Мощная... И дань той эпохи. Да. Игра. То есть, ничего тут военного нет. Ну, есть вещи, которые срабатывают. Поэтому процент умных людей одинаковый. Что у тех, кто пошел в оперу, и что у тех, кто пошел на футбол. И просто надо слышать этих людей, которые готовы озвучивать свою мысль. Как те, кто в футболе, так и те. Ведь в оперу есть люди, которые ходят точно так же... Подремать. Подремать или статус требует. Вот, я должен побывать там. Нравится, не нравится. Я вам честно скажу, я не любую оперу еще и готов слушать. Какая, кстати, ваша любимая? Есть что-нибудь? Классика, да? Классика, жанра. Тяжело сказать. Я больше воспринимаю не название, а на слух. Понимаете? Я вот, честно говоря, в последнее время... Кстати, ничего не понятно, когда они поют. Вообще. Ну, когда я... Ну, бывают такие моменты. Накрывают, да, включают что-то. Я не успеваю углубиться. Так, это не идет, насколько это не идет. Оп. Оп. Зацепило. И все. Я там. Я не вчитываюсь в название. Потому что... Сегодня под настроение идет статус-кво. А завтра Пин Флойд. А послезавтра Аида пошла. Все. Понимаете? То есть, грузиться... Жутко люблю джаз. Тут вообще без вопросов. И опять же, какие-то... Начинать полемику, этот лучше, этот хуже... Это бред. Не имеет смысла. Это бред. Под настроение. Под настроение сегодня. Понимаете? Другой раз... Клубняк идет так, что больше ничего не хочешь слушать. Да. Другой раз... Включил Вивальди и уже все. Уходишь. Ну да. Либо вот еще были найдены в Польше такого композитора 18-го, по-моему, Анатолий Синь. Не помню какого века. Ян Зеленко. Не все специалисты знают. Даже слышали об этом. А я вот нашел где-то записи и я получил истинное удовольствие. То есть, уровень баха. Понимаете? То есть, такая музыка просто. С упоением слушаешь и все. Уходишь. Ну это довольно серьезно. Кстати, а что скажете по поводу проблемы присущения общества? Мы уже получили столько всего. Там музыка, телевидение, фильмы. Сейчас уже реально бывает скучно. Смотришь новые фильмы, ты уже их не ждешь. Знаешь, что все равно уже это будет не то. Вот помню 90-е, даже начало 2000-х. Реально были... Ждал выхода. Блокбастеры такие. Ждешь, ждешь. Тот же самый там, Мартал Комбо. Сейчас Конона переделали. Что-то такое. Включаешь. Ну, дешевая китайская поделка. Простите, на самом деле. Вот что вот... Это уже действительно, как когда-то сказали, философия умерла. Либо... Мы просто не успеваем отслеживать. Поток информации ошеломляющий. Недавно жена настояла. Мы выходили в кино. Не помню, американский фильм. Ну, отдыхающий такой. Мы пошли просто отдохнули. Я, честно говоря, давно так не отдыхал. Мозги отключились. То есть я вошел в фильм. Какого жанра? Он обижающий. Такой типа комедии, что-то там про женщин. Такое... Мамочки. Дети в школе. Вот такое все. Понятно. То есть... Другой раз отвлекает. Ну, крайне редко. Обязуюсь чаще это делать. Потому что это нужно. Мозги... Знаете, я вернусь к тому вопросу. У меня не кипят мозги. Я же говорю. Я так живу. Я не чувствую перенасыщения. Я не чувствую переутомления. Другой раз я могу говорить о том, что я устал. Но только из-за того, что я сегодня прошел там не 10 и 15 километров. А так, в принципе, я не устал. Я просто... Я же говорю. Я иду, камера в кармане... Я понимаю, что сегодня вечером кто-то хочет... Пятница, да? В прошлую пятницу я не делал репортаж. Кто-то хочет увидеть цены на базаре. Я пытаюсь... Каждую пятницу я делаю. Кстати, интересно. Сегодня заскочил же на базар обычный репортаж. Ну, меня там знают. Все смеются. О, слава Богу, не Фреймут пришел. Я говорю, что это еще за новость? Там вчера, говорят, тут Фреймут было. Чуды вот такие, что лазила, прыгала и... Как, кстати, вы относитесь к этому одиозному журналисту? Имеет ли она действительно вот такое вот право и... Как бы выставлять людей на посмешище, лезть в чужую кухню? Либо это действительно объективно и правильно? Она не объективно, это первое. Ну, я тоже, кстати, не объективен. Поймаете, я на базар прихожу... Ко мне там люди привыкли и радушно встречают. По-первых, очень проблемно было. Проблемно было до тех пор, пока я не снял репортаж о том, как меня охрана выгоняла в прошлом году. С рынка? Да, я камеру не выключил. Через час после того, как я выставил репортаж, мне был звонок от директора рынка. Мы встретились, познакомились. Я объяснил цели. Я на рынок хожу с целью показать людям цены. То есть, меня не интересует, что происходит под прилавком. Ведь, когда вы приходите туда скупляться, вы под прилавок не лезете. Меня интересует цена. Картошка по 4 гривна. Это интересует людей. Это значимо для общества. И я это показываю. Что показывает Фреймут? Фреймут существует за счет скандала, конфликта. Ей нужен конфликт. И это, по-видимому, финансовая сторона тут же по-своему существует. Директор рынка и торговцы рынка, тех, которых я снимаю, они отлично знают. Я ни лиц не снимаю. По-смешному, другой раз. А что ты мы не снимаешь? Хочешь сниму, но в чем проблема? Ну, если тебе так уже хочется. Картошка важнее. Людям нужна не лицо твоя, а картошка. Чтобы они понимали, почему. Две недели тому назад в ряду, где яйца куриные торгуют. Иди сюда, я подхожу. Завтра подорожает на 3 гривна. Все нормально, я уже выставляю. Я не снимал человека. Но человек по-доброму, по-дружески, по-товарищески сообщает мне, понимая то, что я скажу это всем. Хорошо это или плохо, это на данный момент не имеет значения. Это происходит. Это фактаж. А Фреймут, ну как. Я вам скажу, она такая, как есть. И то, что она делает, имеет право существовать. Это шоу. Мои репортажи с центрального рынка, это не шоу. Это жизнь. А то, что она устраивает, нравится ей. Ну, она зарабатывает на этом. Хорошо это или плохо. Я не собираюсь судить. Я вам скажу честно, когда моя Лиза смотрела, ее много, да. И мы же пытались с ней делать проект «Эксперт Лиза». Во-первых, она сама себя назвала экспертом. Она сразу же, это ей было 6 лет тогда, она сразу же обозначила о том, что она не будет инспектором. Она не хочет заходить лишний раз и видеть плохое на кухне. Она, если мечтает пойти на кухню, то только для того, чтобы показать, как все хорошо и красиво. Значит, надо идти туда, где хорошо и красиво. Да. Ну, несмотря на это, она довольно часто видит и плохое. И там были моменты, что мы и плохое показывали, но то, что явно, то, что мы все видим. В общем, надо отделять мухи и суп. Однозначно. Ну, Фреймут такая, я такой. Я же говорю, если Фреймут нравится, что на центральном рынке ее там матом обложили и все прогоняли, то мне нравится, когда я иду, и здороваются люди со мной. Вот это мне нравится. Два аспекта разной журналистики. Да. Признаюсь честно, есть заведение одной пиццерии на спике Кагамыка и не помню, по-моему, какая там улица есть. И когда-то из нее выгнали из этой пиццерии Фреймут. Я туда зашел, как раз официантка подходит, я говорю, девушка, вы знаете вообще, почему я к вам пришел? Она говорит, нет. Я говорю, ну вот я говорю, я к вам пришел, когда увидел, что вы выгнали Фреймут. Я говорю, а если бы ее побили, я говорю, я бы еще и друзей бы с собой привезу. Да. Так что, как бы это антиреклама тоже, знаете, многие люди наоборот им как бы по приколу. Но это не правильно для заведения. Хотите, я вам скажу, чем это кончилось? Поставили салфетки? То, что салфетки то отдельно, а то, что у нас на данный момент с директором заведения дружба виртуальная. Мы нормально с ним общаемся. Он понял, что вы учите с Лизой дружить? Нет. Он просто нормальный толерантный человек. Он понял, что мы в принципе правы были. Мы же плохого не искали. Это неправильно, если нет салфеток. Это действительно. Ну, случилось так. Но где-то кто-то не сработал. Почему-то это случилось. Он просто теперь, я надеюсь, акцентирует внимание. Мы с ним и будем. Я его все равно буду приглашать на чашку кофе. На доброе утро быстрее всего, да. То есть у нас с ним нормальные отношения остались. Понимаете? То есть есть вещи, мы же не кричали там. Отваны такие погани. Мы показали хорошее, нормальное заведение. Действительно, обслуживание супер. Все было супер, прекрасно. Но с мелкой недоработкой. Ну вот, недоработочка. Я более чем уверен, после нашего репортажа этой недоработки просто нету. Понимаете? То есть после нашей с Лизой работы, там этой недоработки нету. И впредь все приходят и получают удовольствие в полном объеме от ресторана, которое должно быть. Это тоже нормально. Ничего тут плохого. Мы критиканули с Лиганца. При этом показали хорошую работу, хорошее заведение, хорошая обстановка. А Фреймут, вы не замечали, она на самом возбуждении довольно часто работает. И на уничтожение тех людей. Она делает такую рекламу. Я не советую. Она, когда приходит, во-первых, я замечал это изредка, она приходит вроде бы на ровной волне. Хорошее, плохое, она еще не знает. Но малейшая где-то зацепка, она заводится и уже ищет и рвет. Ну, задача такая у человека. Ну, она по своей сущности похожа такая. Я не знаю, она замужем сейчас. А, если вы думаете, это причина. Ну, ладно, не будем уже переходить на личности. Давайте еще поднимем такую интересную тему, как спорт. Спорт нашего города. Много выдающихся спортсменов, но все равно здоровье нации не самое лучшее. Что с этим делать? Я вам скажу, в чем проблема. Во-первых, не проводится истинный мониторинг. Мониторинг можно проводить очень простыми методами. То есть каждый день надо выяснять, сколько людей умерло, а сколько родилось. Ежедневно. Это, если проводить такой мониторинг, кстати, можно даже с помощью такого мониторинга понимать работу властей. Это довольно серьезный критерий. И как только будет получаться, что детей больше рождается, чем умирает, то значит власти хорошо работают. А это довольно быстро начнет выясняться. Сколько болеет, сколько то, сколько сё. Спорт, к сожалению, а может я не знаю достаточно, но я просто вижу. Понимаете, спорт ушел в частный руку. К сожалению, есть такая проблема. И, в частности, вчера я видел Юрия Шавыра, кикбоксер со стажем, много положивший труда. Он из федерации там что-то то ли вышел, то ли что-то такое. Потому что начал понимать, что многие люди начали на этом по-голому зарабатывать. Просто это превратился в их бизнес. Юра больше 20 лет положил в спорт. Он по своей сущности активный человек. И он не хочет, чтобы это было голым бизнесом. Это должно быть спортом. А сейчас я довольно часто даже по лизе своей наблюдаю. Пошли заниматься, пошли. И как только она приходит в спортивную секцию, я уже понимаю, что ее рассматривают как финансового донора. Почему? Потому что ее начинают ставить в рамки. Из нее начинают не просто для общего развития, а пытаться сделать профессионального спортсмена с первых шагов, с азов. И как только люди понимают, что она не будет становиться профессиональным спортсменом, а хочет заниматься спортом для общего развития, к ней интерес тренера сразу же угасает. Ей неинтересно. Вы меня извините, если ребенок приходит в секцию, на нее неделю посмотрели и говорят, «Так, надо усиленные тренировки ежедневно. Сегодня в этом спортзале, завтра в том спортзале». И я уже начинаю понимать, зачем это. Я хочу, чтобы ребенок рос просто здоровым. Был дружен со спортом. А люди хотят на этом сделать из нее спортсмена профессионального. Это ненормально. В мое детство такого не было. В секции было немерено. Я вам скажу, что сейчас огромная проблема в спорте. Я как бы в этой тематике немножко разбираюсь. Много друзей спортсменов. Сам тоже когда-то занимался. Огромная проблема в том, что недостаток финансирования – это все в основном ложится на родителей. И самое парадоксальное, что, ну даже не парадоксальное, это как бы, наверное, закономерно, но просто не совсем правильно, что сейчас за развитие спорта очень часто отвечают сами даже бывшие спортсмены. Многие из них становятся со временем успешными бизнесменами. Поскольку те качества, которые вырабатываются в спорте, они позволяют людям потом в дальнейшем применять это все в жизни реальной. И многие спортсмены сами поддерживают секции. Вот есть у меня как бы друзья, которые связаны с спортом. Мой нынешний руководитель, скажем, так же самое связан со спортом. Кстати, предлагаю вам, если будет удобная, скажем, такая минутка, встретиться с этим человеком на чашечке кофе. Его зовут Евгений Николаенко, он сам мастер спорта по вольной борьбе, успешный предприниматель, общественный деятель. И вот, кстати... Прислушаюсь к вам как к журналисту. Да, и вот человек действительно, скажем, переживает за развитие спорта, в целом за развитие как бы... Это хорошо. ...города, региона, да. Есть у меня друг очень мой хороший, с детства Владимир Соколовский тоже. Человек, которого знают очень хорошо борцы, и не только борцы, который, скажем так же самое, переживает за развитие спортивной секции. Человек там купил большую машину для того, чтобы возить детей на соревнования. Человек чему же там помогает. И вот даже, в принципе, вам два будущих героя для ваших передач. Спасибо. То получается проблема в том, что действительно, да, спорту помогают. Но если, например, это не нужно сейчас на данный конкретный момент какому-то политику или еще кому-то, то про спортсменов забывают. И они сами уже, тех, которые смогли хоть как-то выбиться, они сами этим занимаются. Интересный парадокс. Я, кстати, замечал, что довольно серьезные политики и хозяйственные деятели бывшие спортсмены. Ну, на самом деле, никакого парадокса. Люди, которые занимаются спором, они привыкли к борьбе, они привыкли к противодействию, они привыкли к тому, что нужно добиваться своих целей. Они стали дисциплинированными, они, скажем так, ну, они воины, но в хорошем конструктивном плане этого слова. И, кстати, самое интересное, что все профессиональные спортсмены очень сдержанные люди. Все вот эти уличные провокаторы – это либо спортсмены-никудышки, которые не смогли добиться на попрячь, либо люди, которые вообще не имеют ни малейшего отношения к спорту. Я вам скажу, по своей практике, ну, возможно, только раз или два я видел, когда профессиональный спортсмен, ну, возможно, был неправ. И то еще надо разобраться, с какой стороны глянуть. А так они… конфликты в основном заканчиваются до еще их начала. Так что… Ну, человек, чувствующий в себе силу, конечно, он старается уйти от конфликта, потому что он прекрасно понимает, что если противоположная сторона слабее, в какой-то момент может быть физически совершено им же какое-то усилие, и чем оно кончится, довольно спорно, и, может быть, кончится даже плохим. Ну… Это оружие, их руки, ноги – это уже оружие. Кстати, ваше какое отношение к спорту? Вы когда-нибудь занимались с ним, либо, возможно, принимали активное участие в чем-то, связанном с спортом? Так, чтобы конкретно, тяжело сказать. Я видел и немножко принимал участие в зарождении в Полтаве карате. Какого направления? Киокушин или что-то? Да, киокушинка. Ну, это было все в любительской форме. Это конец 70-х, начало 80-х, когда, ну, так как-то все… Где-то что-то увидел, где-то какая-то брошюрка попала в руки. Потом… Потом как-то оно все утухло. В начале 80-х занимался стрелковым спортом на «Динамо». Интересно. Ходил. Говорят, неплохо получалось. Но, опять же, сумасшедшая, бурная, глупая юность, она не всегда давала положительные результаты. Я не говорю, что я там пьянствовал ходил или еще что-то… Спиртной меня мало интересовало всю жизнь. К счастью. А хулиганили немного? Смотря что называть хулиганством. Ну, я имею в виду не криминал, а просто скажем. Да, по мелочам. Ну, это Полтава. Ну, я вас умоляю. Ха-ха-ха-ха. Было всякое. Ну, до милиции не доходило, к счастью. Ну, опять же, круг общения был довольно серьезный. На тот момент. Ну, некоторые после тех годов сидели в тюрьме. А некоторые, наоборот, достигают высоких уровней. Ну, есть вот, например, Руслан Рогов. Мы с ним знакомы с юных лет. Он сейчас депутат областного совета. То есть, РОС, я не скажу… Я больше занимался, скажу вам честно, народными танцами. Это очень интересно, кстати. Неожиданный такой момент. Такая небольшая тайна, да. Все школьные года я танцевал. Потом я танцевал в Горлице. Олег Гадына вместе с ними танцевал. Великолепно. Интересно. Я вам скажу честно, что народные танцы мне даже в свое время помогали в занятиях каратэ. Ну, согласитесь. А так вы и занимались каратэ тоже, не только участвовали. Ну, я имел в виду то, что я пытался заниматься. То есть, у меня изначально растяжка была уже серьезная. Понимаете? И то есть, многие движения ГПК, они ж… Я уже тогда, когда… Боевые мотивы. Да. Я когда начал читать о каратэ, смотрю… Ребята… Японский гопак. Для меня это проще паянные репы. То есть, где-то что-то они рассказывают об этом, а оно у меня уже само собой происходит. Потому что я где-то то ли с первого, то ли со второго класса занимался танцами, то для меня это было все нормальное явление. Понимаете? То есть, оставалось только доработать ударную часть и все. Интересно. Ну, меня больше в каратэ… Поначалу было каратэ, а потом я больше изучал… Боже, как это было давно? Меня больше заинтересовало само понятие ушу. То есть, философия. Я начал пытаться понимать более глубоко. Но почему я остановился… Вот я отлично вспомнил сейчас. Почему я остановился? Я отлично понял, что европеец, выросший в Европе, выросший в европейской среде, он не способен в полном объеме понять восточного человека. То есть, тот человек, он живет в среде, в определенной… Из пеленок его воспитывают в определенном духе. Мы абсолютно разные люди по воспитанию. И… Как там в ушу? Гладить птицу в летнем саду. Ё-моё, ну… Взять монтировку и пойти в гараж. И пока… Я изучал это упражнение, я долго его изучал, но я в результате понял, что я… Внешне я его делаю. А внутренне я не могу… Не пропускаете. Не проходит… Нести тигра там в гору, по-моему, или что-то такое. Господи боже мой. Это я должен представить тигра, который… Значит, там сколько там он… Килограмм там… Килограмм двести, да. Он лежит у меня на спине. В любой момент может меня порвать, и я его несу еще и в гору. Понимаете? То есть, все равно я в голове у себя это не укладываю. И когда я начал сопоставлять вот эти все их понятия, они, по-видимому, могут у себя в голове вот включить этот тумблер. А я не могу. И я понял, что это не мое. Я не смогу этого сделать. Да я вам скажу, в нашей среде это, видимо, и не сильно эффективно будет. У нас проще взять разводной ключ и вспомнить, что там мать, как говорится. И это все проблемы решаются. А это мне стало неинтересно. И самое интересное, я тогда… Это уже было после армии. Тогда Кицко начал же свою федерацию. Все. И я как-то, помню, прихожу, на волне ушел. Все равно я пытался, долбился, изучал это все. Кицко – это, простите, тот, что сейчас дракон. Да, да, да. И я вот прихожу, он только начинал работу свою. Я прихожу, что надо для того, чтобы… Ну, вот я мог прийти, заниматься. Меня вот интересует Цигун, там, вот, я более глубоко хочу это все понять. Он мне начал тыкать какие-то книжечки, там, перепечатки на китайском и японском языках. Я говорю, что нужно для того, чтобы к вам выходить? Ответ был простой и убивающий – деньги. Я говорю, так, все, я понял, я пошел. Ну, я тогда работал на предприятии, ну, тогда было все это более-менее нормально. Ну, то есть, финансово я мог себе позволить, там, 30 рублей этих тратить или сколько. Ну, вопрос для меня стоял не в том, чтобы, да, там, были тут вот это. Для меня было, чтобы меня научили нести тигров все-таки в гору. А реально меня не могли там научить. И я понял, что все, стоп. С тиграми завязываем. Ну, так оно отошло. Семья, опять же, быт, оно заедало. Но, опять же, я не видел реального учителя. Очень много мне было интересно и мечта была… Я знаю, что были специалисты Айкидо. В прошлом году мы с Лизой пытались ходить на Айкидо, но оно и что-то не пошло. Там тоже… Все-таки человек должен расти в этой среде. Я знаю, кстати, президента федерации. Сам выходец из вольной борьбы. Но при этом сейчас возглавляет… Ну, это довольно серьезно. Евгений Кушнир. Вот, к нему мы, кстати, и ходили. Ну, проблема в том, что, понимаете, когда мне говорили, что «та вот за год ты там такой пояс получишь через два года, такой пояс». А понимая о том, что человек от рождения занимался и в течение там 15-20 лет он не понимал вообще цветов поясов. Он занимался совсем… Философией, вот это все обоснование, все… Он учился носить тигра в гору, понимаете, для того, чтобы достичь какого-то уровня. То говорить об этом… Ну, у нас… Ну, давай, ну, давай, ну… А… Ничего не меняет. Кстати, а как вы относитесь к новому интересному направлению, которое сейчас активно так внедряется в нашу жизнь? ММА. Так называемое смешанное единоборство. Вот что в вашем понимании? Это мясорубка, либо все-таки как вид спорта? Был я на таких соревнованиях. Видел… Ну… Говорить о том, что это хорошо или плохо, я не хочу. Я видел парней, которые выходили… Ринг это называется, по-моему… Ну, восьмиугольный. Они спускают пар. Зарабатывают деньги. Это финансовая сторона присутствует. Говорить, что это хорошо… К сожалению, я видел этих ребят в другой роли. Говорю, как есть. Я видел этих ребят, когда они стоят против общества. И меня это расстраивало. Опять же, я возвращаюсь, они не умеют носить тигра в гору. У них доминирует физическая сила. Об этом… Ну, они думают, у них есть какие-то свои понятия, но они не углубляются. Я вам скажу, как бы со своей точки зрения, в принципе, направление очень интересное. Я знаю одного из создателей этого направления… Ну, как бы не создателей, а сподвижника этого направления у нас в регионе, в нашем городе. Виталий Макаренко есть такой человек. Цели и задачи очень благородные, на самом деле. Даже если общаться с этим человеком. Но, возможно, просто не все ученики и последователи могут в себе действительно этого тигра впитать. Но, если так разобраться, смесь ударной техники и борцовской – это достаточно интересно. Мне это интересно смотреть. Когда все переходит уже в ранг-шоу, там уже немножко… К сожалению, я вам скажу, вот вы затронули очень больную тему, проблемную. Меня с детства учили о том, что должно доминировать то, что в голове. То есть человек должен думать и пытаться донести ту или иную информацию в устной форме. К сожалению, я увидел после революции идности, это начало акцентироваться. Все-таки в обществе доминирует физическая сила. Всегда доминирует. Ну, раньше это как-то более скрыто было. В обществе настолько оно доминирует, что довольно часто даже политические вопросы решаются физической силой. То есть, когда человек физически более подготовленный, более развит, ему даже меньше перечит. И могут воспринять любую его мысль, любую, хорошая она или плохая – уже не стоит вопрос. А достаточно того, что он сказал. Все. Все. Воспринимается за все. Закон стаи. То есть, законы природы, они как работали, так и работают. Так или иначе, но мы хоть и говорим о том, что мы там высший разум. Нет. Мы не высший разум. Все равно, все на инстинктах построено. Точно так же мы хотим кушать, точно так же мы хотим ходить в туалет, точно так же мы размножаемся. То есть, этого никто не отменял и этого мы отменить не сможем. То есть, то, чему меня учили, на самом деле, не есть верным. Такой, кстати, интересный момент, возвращаясь к началу нашего разговора. А как вы думаете, насколько сильно и прочно животные инстинкты входят в нашу политику? То есть, сексуальность политика, его сила, его харизма, вот эти факторы, насколько помогают нашим политическим деятелям? Я вам скажу, нашим очень проблемно с этим. Ни того, ни другого нету, да? Да, у них редко у кого есть харизма. Я вам скажу честно, когда я смотрю выступления, например, ну сейчас волна идет, да, американских кандидатов. Я вижу, как люди берут харизмой. Харизма для политика очень важна. Но я же говорю, что очень редко кого... Лешко, кстати, вот он пытается брать харизму. Но, к сожалению, у него такой стиль и своеобразный шлейф. Но аудитория есть. Но аудитория есть, и даже я не буду скрывать, в какой-то момент я даже повелся на его харизму. Но, когда смотришь, вот довольно часто смеются с Кличка, да, но тем не менее он есть. И он на сегодняшний момент политик. Какого-никакого пошиба. То есть здесь совмещение, первое, физической силы, физических данных, высокий, крепкий, здоровый мужчина. И я более чем уверен, что если он приходит где-то чего-то требовать, то ему тяжело перечить. Почему? Потому что в первую очередь доминирует физическая сила. Во-вторых, я с ним лично не знаком, но я думаю, он харизматичная личность все-таки. У него есть. Вот эти словесные жабы, те, что с него смеются, я не думаю. Это просто проскальзывает у всех у нас. Я думаю, сейчас, если просмотреть наши с вами интервью, можно найти кучу поводов, на чем жабы строить. То есть, к сожалению, у нас очень мало харизматичных людей. Вообще, политик, он должен, не должен, хотелось бы, чтобы был политик, который выходит, говорит и его слушает. В частности, говорят, Ленин таким обладал. Я не знаю. Именно эта эпоха вообще подарила очень много ораторов. Да. Не знаю, правда-неправда, но вот судя из того, что я много читал, все, Гитлер, по-видимому, тоже обладал таким свойством. Как бы это негативный персонаж. Он говорил, и люди его слушали. Вы меня извините. Когда мы видим хронику, это сотни тысяч людей приходят, и это руку поднимают. А он говорит, и его прет это, понимаете. А вы слышали же его голос? Крякал там, квакал, такое вообще звучание было. Ну да, я как-то... И люди слушали. Понимаете, то есть, есть харизма. Когда я смотрю на политический бомонд в Полтаве, Евгений Холод его слушает. Я не знаю почему. Вот я даже вчера, вот сейчас вот вспомнил, он вышел на трибуну, начинает говорить, и его слушают. Вот тоже интересный парадокс. Почему его слушают? Может потому что сторонники собрались под флагами? Вы знаете, я его вчера вообще не отождествлял с партией его. Именно как дир-службовца, как человека, который вышел? Ну как-то вот, не знаю, может быть, но я его мало к его партии пришиваю, честно говорю. Но еще раз я вернусь. Вот кого интересно слушать, с одной стороны, вроде бы просто изъясняется, с другой стороны, понятно, для меня по крайней мере понятно, Александр Васильевич, я его слушаю. Тем более, когда к нему подходишь с каким-то вопросом, и он выдает формулировку, внятно, тремя словами объясняет, и это объясняет то, что у меня уже лежит в голове само собой, это шокирует. То есть он просто подтверждает мою эмоцию. Ну, безусловно, много толковых людей есть во всех, скажем, политических силах, но есть определенные моменты, которые, например, не всегда делают этих людей союзниками на данный момент той или иной силы или даже в целом... Я, кстати, по поводу харизмы довольно... своей оригинальностью убивает мамай. Да, действительно. Оригинал так оригинал. Я его уже сколько раз спросил, говорю, Александр Федорович, вы когда собираете что-то там чудануть, вы предупреждаете, чтобы я хоть мог снять. Потому что его перлы, они, в принципе, кличко отдыхают. Он выдает, конечно, такое, что... И причем, если поверхностно смотреть на мамая, можно воспринять это плохо. Да, действительно, он двое раз... Но когда начинаешь глубже разбираться, к чему он ту или иную фразу сказал, что он подразумевал, то, я вам скажу, оно у него само собой всплескивает, и сказать, что он не прав, очень проблемно, я вам скажу. А вот этот политический пофигизм, вот действительно, когда его там уже разрывают на части, он таким холодным лицом, и вижу цель. Ну, я вам скажу, мне кажется, быстрее всего, это не пофигизм, это просто первое. Он, после первой каденции, он отлично понимает инструменты, которые у него в руках. Он уже научился. Если поначалу, когда он только стал мэром, для него составляло проблемы, многих вещей не знал. Сейчас он знает все. Это хорошо или плохо? Для него хорошо, да? Ну, я вам скажу, с одной стороны, можно сказать, что плохо, а с другой стороны, а что плохо сегодня в городе происходит? Да, можно найти плохую. Легкую. Сейчас не успеешь напрячься. Напротив оголя срезали два дерева. Все, плохо. Огромные деревья. Я отлично вспоминаю каштановую олейку, когда ее вырубали, как я возмущался. Это вообще трагедия была на тот момент. Я возмущался, я не скрываю. Но сегодня мы идем с семьей, и Леночка говорит, глянь, как классно. Каштаны уже набирают силу. Уже появляется тенек. А я иду и думаю, а ведь действительно, перед этим деревья ж были жуткие. Уже падали. И я вам скажу, напротив театра Гоголя снесено два дерева. Фотография красиво сделана. А ведь в середине каждого дерева уже отверстия. Они внутри уже сгнившие были. То есть реально надо было готовиться, что они упадут. Либо на этот новый ресторан, который, кстати, не прошел экспертализу. Но не важно, люди потратили деньги. Либо на дом. Окна, то-се, опять же, проблема. То есть вот вам становится вопрос, хорошо это или плохо. Хорошо. Убрали лишнюю проблему. И это надо было сделать, может быть, раньше. Потому что там ветка падала. И мы знаем об этом. Ну и надо чиститься. Через одно надо чиститься. Новые деревья сажали. Ничего тут военного. Ну да. Ну я думаю, мы уже очень много интересных моментов. Мы столько говорили, что не дай Бог. У меня не так много опыта ведущего. Так что я думаю, на этой оптимистической ноте будем уже закругляться. Но очень бы хотелось бы, возможно, все-таки напоследок, чтобы вы что-то сказали именно своему зрителю. И, возможно, донесли мысль до других людей, чтобы они тоже со временем стали вашим зрителем. Что вы хотите сказать людям? Немного неожиданный вопрос. Да. Ну вот самые лучшие это неожиданные вопросы. Я скажу одно. И для меня это самое важное. Учимся слушать друг друга. Есть недавно буквально такая интересная поговорка выскочила. То, что вы правы, это не значит, что я не прав. Интересная поговорка. Каждый из нас по-своему прав. У каждого свой химический процесс в мозгу происходит на основании той или иной информации. Но прежде чем что-то говорить плохое, надо увидеть хорошее в этом человеке, потом делать выводы. Нельзя ругаться. Нельзя. Я жуткий матершинник, но самое плохое, когда люди матерятся публично. Это самое плохое, что может быть. Первое. Это не патриотично. Потому что материмся на русском языке. Значит, ребята, материмся на украинском. Читаем, да. Читаем Энеиду. Там ругайтесь. Вполне достаточно. Чтоб тебе пиря в роте поросло. Спасибо диду за Энеиду. Хорошая фраза тоже недавно была. Ну да. Относимся с уважением друг к другу. Если мы хотим достичь чего-то хорошего, добиться положительных результатов в обществе, добиться того, чтобы город действительно был хорошим, в первую очередь задумаемся о тех, кто рядом. И не забываем о том, что твоя свобода заканчивается там, где начинается моя свобода. И это очень важно. Если я свободен выражать свою мысль, свое слово, и ты мне это запрещаешь, ты ограничиваешь мою свободу. И это, если устроим свободное демократическое общество. Не хочешь услышать мою мысль, отвернись и уйди в сторону. Не вопрос. Не подходи ко мне. Не читай то, что я пишу. Хочешь услышать мою мысль, приходи ко мне в группу. Увидь. Увидь. Я тебе всегда дам возможность сказать твое мнение. Если ты по умному, нормально, аргументированно выражаешь свою мысль, не вопрос. Я тебя никогда в жизни не заблокирую. До тех пор, пока ты не начал материться, грубить и хамить. Это самое худшее, что может быть. Обвинить человека, например, я довольно часто слышу. Вот мэр ворует. А ты видел, ты за руку взял. Если ты имеешь документы, что ты молчишь об этом? А я не имею права такого сказать, потому что я не видел и за руку не брал. Точно так же я не имею права сказать ни об одном человеке. Но не видел я этого. Совершает плохой поступок, скажи ему в глаза. Тем более, сейчас они все осязаемы. Иди ему говори, что ты мне говоришь? Эти мэра часто в городе можно увидеть. Да ну без проблем. Я же говорю, я особо не успеваю напряжься. Каплина я не вижу, например. Кстати, вопрос, который еще лично меня интересует. Почему фильм во всех сюжетах, во всех этих концовках? Был момент, я жил на Половках. У меня отвратительные фотографии получились напротив окна. Огромная елка стояла. И днем я увидел, как фильм обедает. Кем обедал? Мышь. Это было жуткое зрелище. Для меня фильм олицетворение, во-первых, мудрость, во-вторых, жестокость и беспощадность. Жестокость филина мы никогда не видим практически. Мы ее видим очень редко. И это очень проблемно ее увидеть. Но она есть. Я в своей сущности бываю жесток. В любой форме жестокость может быть скромной, глобальной. Но я жесток. И если... У меня очень мало врагов. Но если он есть, он есть навсегда. И я не прощаю. Я думаю, вы еще добавите, и они долго не живут. Нет, я до них не касаюсь. Мне не интересно. Просто жизнь говорит о том, что рано или поздно им приходится, но меня для них нет. Понятно. Ну вот такой вот мы сделали сюжет. Со скромным и при этом жестоким человеком. Диктофон как раз сел. Спасибо вам большое. Удачи. Всем пока. Да и диктофон уже сел. Но я буду больше сейчас на вашу видео запись операции. Очень хочется это увидеть в эфире.